Добрый день. Снова разборы. Партия с Кубкой Глоббис. Наши игрока Антона Черных сыграл там две игры. Обе к сожалению проиграл. Но, тем не менее, сырался очень достойно. Саша Эйнштейн это отметил. Сказал, что совсем достойно, но я бы сказал, что Антон играл здорово первые 70 ходов. То есть, видно было, что борется на равных. Ну а дальше начал уступать значительно. И, видимо, Тюбан все же намного сильнее у азиатских молодых игроков. Тем не менее, партия с Ромом вышла, конечно, интересная. И в этой партии оппонентом нашего Антона является Ониши Рюхэй из Японии, третий ПРО. Достаточно молодой парень. Не первый раз он, по-моему, играет в Кубке Глоббис. Для Антона это первый подобный опыт. Пятый розыгрыш всего этого Кубка. Ну и Антон, естественно, играет белыми. Ненавидится он играть белыми. Тем более, фамилия у него говорит о том, что черными надо играть. Ну и при этом сам говорит, что за белых у него получается хуже. Хотя, не понимаю, как может вообще получаться хуже за тот или иной цвет. Потому что коммер, оно все равно большое. То есть, да, может быть, там нет какой-то инициативы, но инициатива и не нужна. Тем более, Антон, как я с ним сколько раз сыграл и сколько я за ним следил за его партиями. Антона не агрессивный стиль игры. То есть, он играет достаточно крепко, мирно в большинстве своем. И в наших играх тоже каких-то таких убийств никогда не возникало. Вот однажды Антон попробовал мою группу убить, но по итогу у него ничего не получилось. То есть, не понимаю, зачем он вообще хочет играть. Черный цвет, мне кажется, подвой стилистику белый цвет подает намного больше. Ну ладно, это все касаемо Нигири. Нигири это не часть партии, наверное, все же. Вот так что Антон играет белыми. Перекрестная Фусыки. Дальше популярная нынче Кейма. Ну и сразу же Японию решил сажать. Соответственно, Антон делает правильную вещь, прилипает. Для того, чтобы держить камень черных и получить себе базу снизу справа гарантированную. То есть, очки, угол закрыть. Ну и дальше, на самом деле, есть некоторые вопросы. Потому что такой ход у НКБ тоже очень популярный. Более того, даже такие ходы периодически встречаются. Тут было собрано прилипание. Не сказать, что это плохо прям смотрится, но чисто интуитивно, мне кажется, что лучше было бы все же вот так вот. Тяжело, на самом деле, найти тут прям такие тонкие... Ну, очень тут тонкие различия. Тяжело найти прям значимую ключевую разницу. Но, тем не менее, кажется, что тут лучше, потому что мы просто-напросто не усиливаем оппонента снизу. Так мы немножко усиливаем, но при этом выбегаем быстрее. Но при этом все равно какие-то адзии в этой форме-то сохраняются. То есть и Йос, на самом деле, потом, если будет сыгран спуск, то дальше, естественно, крайне неприятный удар по форме сохранится. То есть, какие-то нюансы есть, они такие небольшие, но все же чисто интуитивно мне это не нравится. Не скажешь, что прям совсем не нравится, да, я все равно просто сюда. Ну, соответственно, черный усиливается справа. Ну и дальше, опять же, большой спектр возможных ходов. Вот Антон выбрал просто не более мейнстримовый. Вот, но если бы, как раз таки, он был агрессивным игроком, ну, типа там, не знаю, или Шикшина, Немлия, Андриенко, может быть, Сурина даже в некоторой степени, обязательно был бы ход 2. На самом деле, я бы тоже, наверное, 2 сходил, все же не такой стиль, последнее время агрессивный стал. То есть, атаковать всю эту двушечку, не дать ей построить базу. Да, понятное дело, дальше, может быть, какая-нибудь гейма, наверное, даже сыграна, и начнется борьба, но ничего плохого в этом нет. То есть, ну, просто другая стилистика партии. Ну вот, если ставить просто как карри, то, разумеется, хасами слишком приятно, потому что это одновременно и хасами, и развитие двушки снизу. Поэтому именно ход фа, это был бы стилем агрессивного игрока. Поэтому, опять же, вопрос к Антону, почему же ему не нравится играть черным, не нравится играть белым цветом, раз он сам выбирает неагрессивные ходы. Ну, по итогу выбрал модный. Ну, это как бы не ошибка, разумеется. Просто другая стилистика. Разыграли популярный вариант. Вы не поверите, что произойдет дальше. Абсолютно точно. Очередное вторжение в сан-сан. Вот, но Антон, на самом деле, делает тут очень грамотный выбор. Он вместо стандартного, какого-либо стандартного варианта, просто вытягивается в d15. Вот, ход мне, на самом деле, очень понравился, потому что, во-первых, черный должен реагировать, а во-вторых, слева со мной как-то не особо интересно уже играть. А черному нужно здесь играть, как так или иначе. Но не интересно почему, потому что там уже белый стоит. Ну, при том, сейчас белый спокойно развивается на верхней стороне. Вот, и дальше, на самом деле, меня немножко удивило. Я был почти, наверное, не задумываясь, ходил где-то здесь. То есть развил бусую стенку. Получил какое-то количество очков сверху. Да, там еще осталось вторжение, но это нормально. Ну, сейчас у каждого по углу. У черного снизу явно меньше, чем у белого сверху. У черного справа что-то есть, но у белого угол и коми. Поэтому, мне кажется, совершенно равная позиция была бы. Никто не в плюс, никто не в минусе. Но это как бы нормальное течение вещей. Вот, но Антон решил собирать оттаре. И не совсем понятно почему. Потому что этот вход якобы целится в какой-то потенциал слева. Но потенциала нету по определению слева, потому что уже есть камень А. Поэтому тут меня несколько выбор удивил. Дальше С2 ход важный. Потому что иначе двойное разрезание АБ сыграло бы значимую роль в борьбе. Ну, в счет того, что у камней СДЕ было бы три степени. Четыре. СС-3 после разрезания. Поэтому там было бы неприятно. Так что два ход гигантский, ход большой. Вот, единственное, что мне не нравится, что сверху все еще пустует зона. Вот, и на самом деле ход черного тут нужный, действительно. Потому что если его не сыграть, то дальше Ханы. Надо вроде бы блокировать, но проблема в ходе P15. После которого черный оказывается полностью иммобилизован. Ну, дальше, естественно, можно что? Нотарис играть? Хочется, конечно, порезать, но это кубарьба. Очень опасная вещь. Ну, либо на самом-то деле можно. Ну, так, в самом деле, не хочется. Слишком комфортно черный убирается. Так что гигантской борьбой бы остался. Ну, соответственно, черный все это защищается. Вот, угрожает с дальнейшими ползаниями. Сейчас уже смысл нет, потому что черный крайне доволен будет таким исходом. Эта стенка не реализуется, и камень атакуется. Это слишком приятно. Но, что мне действительно понравилось в игре Антона, это то, что он не побоялся. Не начал вырезать. Вот тут он черных снизу. То есть, вместо того, чтобы посильненько защититься, он сам навязывает игру, и это то, за что его стоит в этой партии уважать. Скажем так. Сверху, да, слабости остались, но у черного остались слабости снизу. Он тут же ими пользуется. Тяжеловато у черного соединить свои группы. Грамотные оттенуки. То есть, черный пытается заставить белого как-то удлиниться, но тогда такой вход начинает смотреться несколько лучше, потому что еще и этот вход тоже будет в центре, иначе порежет. Иначе прям косуми. По итогу у белого, конечно, большие проблемы. Не умрет, но черный укрепился. Черный будет мощная форма, и черный успеет еще первым сверху вторым. Поэтому абсолютно правильно, он выпрыгнул. Но дальше большая была ошибка, потому что я очень удивлен. По-моему, единственный ход — это удлинение. И ничего-то никак не режется. Но такой ход можно сыграть даже здесь. Это все равно режется с трудом. Режется, конечно, но я не верю, что что-то хорошее из этого может получить. То есть, на самом деле, можно тут вообще как бы оттарь отдать и соединиться. В ту же стороне нельзя резать. Потому что очень мало степеней у черного. Поэтому все, что черный тут может получить — это такой оттарь. Ну, как здесь, кстати. Из этого оттарь тут очень много по форме, очень дурно все. То есть, надо понимать. Вот и при этом у черного и это слабо, и справа все слабо. То есть, тут был полный развал. Поэтому разрезания при этом в ходе не было. Но такой ход, очевидно, высовывает голову. И он целится в дальнейшей слабости в B, к примеру. Но тут ход очень слабый, на мой взгляд. Ход, который начал, так сказать, упускать оппонента. Сейчас черный тут же соединяется, думаю, с гигантской улыбкой и радостью на лице. Ну, потому что теперь нужно пустым треугольником играть, чтобы выбраться. Но это смотрится странно, как минимум. Все равно у черного останется хороший ход по форме B, к примеру. там C без разницы. При этом это все тоже, естественно, подсоединяется друг с другом. Ну, по итогу, снизу, справа плоховато Антону получилось. Но у него все еще есть контр-игра против нижней группы. Как нижней веры. Начинает Антон ее мучить, выбивает базу, строит базу себе. Но тут у него действие можно тенить на 10 из 10. Все очень четко. Дальше он начинает отрезать этот камень. Тоже, естественно, и логично. Вот, но дальше очередная очень грубая ошибка именно по форме. То есть, боевой дух у Антона присутствует. По Фусейке, в принципе, вопрос, конечно, есть, но не столько критично. Но вот с выбором формы Антон тут явно напортачил. К примеру, конечно, форма — это кейма. Тут же не может черный что-либо сделать, так ведь? Ну, сходит сюда. Причем пустым треугольником выбираться. Ну, это, разумеется, суицид. То есть, и тут очень слабый пустой треугольник, совершенно бессмысленный. Сюда сходить, ну, просто камень режется. До партии что получилось? Что Антон камень захватил, вот, но черный тут же прилипает. Вот, и это является как раз ключевой точкой. Антонович должен на этот ход реагировать, потому что иначе последует сейчас на Атаре, белый должен защищаться, черный там вообще может тоже соединиться в С. Или не может? Не может. Но все равно. То есть там просто вся инициатива из рук Антона локально тут уплыла. Пускай даже вот так. Да, камешек заберется, но черный крепился на центр, полностью белого изолировал. Ты, соответственно, белого-то ничего вообще хорошего не получил, как оказывается. Поэтому тут очень большая ошибка по форме была. При школе тут меняться, чтобы все этого не допустить. Но черный получает то, чего так долго страждал, чего так сильно хотел. Это темп. Темп для игры сверху. Вот. Ну и Антон, надо понимать, уже много раз проигнорировал. То есть черный закончил в готе ходом В, закончил в готе ходом А. То есть больше у него камней стоит. При всем при этом еще и в центре усилился. Вот поэтому вторжение сверху выглядит крайне неприятно. Вот. И сейчас же чувствует, что Антон начинает отставать. То есть если бы он тут выбрал такой ход, то, возможно, черный еще надо будет. Ну, скорее всего, черный еще как-то защищался. Значит, разрезание смотрится слишком сильно. Но такая у Антона есть наконец-то темп, чтобы позаботиться о себе сверху. Непонятно, какая форма должна быть. Тяжело на самом деле выбрать. Ну, пускай даже такая, неважно. И разница получается в один темп. Потому что черный, по большому счету, должен защищаться. Но если не защититься, то у Антона будет какая-то большая достойная компенсация в виде разрезания. Но это получилось, что Антон закончил в готе. Черный занял ключевую точку и сам успевает начать атаку сверху. Поэтому приходится играть такие вот ходы. Ходы, которые очков-то не приносят. А черный строит очки там, где был потенциал белого. То есть что по итогу получилось? Что хотел вроде бы черного тут атаковать. Хотел черного снизу атаковать. Но черный обо всем спокойно позаботился. Да, очки потерял. Но зато получил какую-то силу. Ну не сказать, что прям силу, конечно. Но как минимум крепкие формы. Но при этом сверху начинается история совершенно противоположная. Уже черный хочет получать компенсацию за кратное тену кибелого. Ну и черному это сделать как-то попроще. Потому что у него уже есть какая-то опять же сила в центре. Сила справа. Слева больше камней. Поэтому борьба однозначно более приятная. Вот Антон тут забирает угол. Стандартные аджосики. Вот. Ну как видно справа у черного много. Сверху у черного много. А сейчас черный сверху что-то получил. А белый-то снизу ничего не получил. Он получил там какие-то камни. Можно назвать это так. Какие-то камни. 40 очков там. Ну вот. 6 очков тут приносит. Вот. Ну и при всем при этом эта форма все еще слабая. И этим ходом. Такой виртуозный на самом деле. Косвенно защищает от А. И при этом целится какие-то дальнейшие разрезания. Там такой вот. Ну такой да. То есть целится дальше в слабости белого. То есть Антон тут должен играть защитно. Вот он в принципе и играет. Но все равно он разделяет его на две части. По всем этом приходится вот заботиться. То есть все формы надо постоянно тут защищать. Разрезания нету соответственно из-за лесенки. Идам от Зумари. Вот. На очков это опять же это не приносит. А черный все удержал. Он удержал угол. Удержал верхнюю сторону. А камни белого сверху вот эти четыре. Ну тяжело сказать что они полезны. Да. И все. Начинается их дальнейшая атака. Пытался тут Антон их спасти. Вот. Но надо понимать что форма максимально тяжелая. Еще есть какие-то вот цента ходы. У черного которые они используют. На самом деле тут даже убивать не обязательно было. Угу. Вот. В итоге не убил. Вот. Но усилился опять же. Центр стал под контролем черных. Эта группа окончательно соединилась. Опять вот черный закончил в сенте. Опять же успевает сыграть большой пункт. Вот. Отыгрывает Йоса спокойно. И все. Тут уже партия на самом деле была закончена. Потому что нечем крыть эту правую сторону. Добавил тут быстренько схемку. Ну и видно что 20 очков не хватает. Дальше писался на том что что-либо сделать. Но ничего к сожалению не получилось. То есть. Рассматривать дальше смысла особо не вижу. Вот. Ну писать Антон очень хорошо сыграл. Вот. Именно первые ходы. Как я сказал. То есть там первые 60 наверное. Точнее вот 58. Если бы тут на самом деле успел здесь. То по сути он себя выкатывает один темп. Сохраняет один темп. Ну там хотя бы пол хода. Ну и как следствие успел бы сыграть сверху. Ну и тогда игра дальше продолжалась. Сейчас мне кажется позиция стоит. Ну. Примерно равная. Может быть там небольшой перевоз у черного есть. Но. Не сказать что он прям так сильно заметен. То есть там может быть. Если говорить в очках там 2 очка. Там 3-4. Ну не больше чем 4. То есть я считаю что Антон сыграл до этого момента очень достойно. С минимумом ошибок. То есть там был какой-то вариант иной. Но. Но опять же. Скорее просто иной вариант. Чем именно плохой ход Антона. Одинственный вот слабый ход. С которым я прям гарантированно говорю что это слабый ход. Это был А. То есть два раза Антон просто ошибся по форме. И дальше было уже не особо удачно и комфортно. Тем не менее игра достойная. Пожелаем Антону дальнейших успехов. Вот. Но на этом турнире уже к сожалению их мы не увидим. Этих успехов. Вот. На этом все. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok